Друзья, всем привет! Сегодня с вами рассмотрим несколько идей по изготовлению круглых палочек. Сразу хочу сказать, что идею с плашкой мы тоже рассмотрим и проверим, как она работает. Также мы будем задействовать в самоделках как металл, так и дерево. Поэтому давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, для первой самоделки нам понадобится вот такая металлическая пластина. Первым делом мы керним. Ну и все, и теперь можно сверлить. Диаметр сверла должен быть таким же, как и диаметр круглых палочек или шкантов, которые мы хотим получить на выходе. В данном случае я буду сверлить восьмым диаметром. Итак, теперь зажимаем в тиски и ровно посередине, под небольшим углом, делаем прорезь болгаркой. Ну и вот здесь немножечко нам нужно подстучать, чтобы заусенец побольше был. Я буду керном делать. Все, этого достаточно. Ну и все, зажимаем и пробуем. Итак, заточил один край. Зажимаем. Вот такая получилась палочка. Для следующей самоделки нам понадобится вот такая обычная старая петля. Вернее, часть от петли. Сейчас мы болгаркой обрезаем вот эту часть вот таким способом. Сначала под одним углом, затем под вторым. Я буду будет обе único. Вернее, часть упажниваем. Ч symmetr Для следующей самоделки нам понадобится вот такой брусок, желательно из твердых пород древесины. Сейчас нужно будет просверлить два отверстия. Изначально сверлим, я буду сверлить 18 сверлом до середины. После просверлим 8 сверлом, потому что диаметр шкантов и круглых палочек у нас 8 мм. Так, установил каретку. Теперь на данном бруске нам нужно сделать пропил ровно посередине. То есть ставим брусок вот таким способом и поднимаем диск, чтобы зуб доходил до нижней точки вот этого отверстия. Как мы видим, зуб чуть-чуть касается нижнего края отверстия. Ну и всё, теперь зажимаем заготовку и делаем пропил. Всё, закрепили данную заготовку. Теперь делаем прорезь. Итак, вот как у нас должно получиться. Как мы видим, зуб чуть-чуть касается нижней кромки отверстия. Ну и всё, сейчас попробуем сделать круглую палочку. Вот такая получилась круглая палочка. Качество просто отменное. Ну и последний способ, друзья, мы с вами сделаем круглые палочки при помощи плашки. Ну или лерка ещё называют. Сейчас зажмём в тиски и попробуем сделать. Так, вот такая у нас получилась круглая палочка. До конца не стал, потому что квадрат у меня чуть большоват, поэтому тяжеловато идёт, надо чуть поменьше квадрат. А так, в принципе, тема рабочая. Итак, друзья, сегодня мы с вами рассмотрели четыре способа изготовления круглых палочек. Самый простой, это когда мы зажимаем плашку в тисках и прогоняем нашу заготовку. Заготовка получается одинакового диаметра, единственное, нам придётся пошлифовать. Следующая приспособа из металлической пластины. Заготовка получается тоже одинакового диаметра, но также придётся шлифовать. Третья приспособа, это из петли. Не обязательно использовать петлю, можно использовать какую-то другую трубочку. Но здесь уже есть крепление. Сама палочка здесь более гладкая, но само изготовление мне не очень понравилось. Ну и последнее, это вот такой брусочек, мне он понравился больше всего. Палочка получается одинакового диаметра и ещё она очень гладкая, даже не нужно шлифовать. Также хотел сказать, если мы делаем шканты, то да, наш выбор это плашка. Делается быстро, без лишних заморочек. Если нам нужно круглые палочки, допустим по метру длинные, и чтобы они были гладкие, то тогда, думаю, стоит заморочиться вот с таким бруском и уже сделать такую приспособу. На этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.